Тяжелые схватки, наверное, бывают всегда с Алихмаевым. Вы только что буквально вместе, я видел, сидели, наверное, разминались вместе и теперь поборолись за золото. Да, с Алихмаевым всегда схватка сложная бывает. Мы даже в зале на схватках в пятницу у нас схватка бывает такая, бал-бал, до последней секунды рубимся. С ним всегда очень тяжело. Алихмаев такой этот, который с первой секунды до последней борется, не останавливается. С ним очень всегда тяжело. Мы очень близко дружим с ним. Хорошее отношение. Во второй раз ты выигрывал чемпионат России, выигрывал до этого и Орегинский турнир. Два раза выигрывал и Орегинский турнир. Но оставался, так скажем, за чертой крупных международных турниров. Да, хотелось бы попробовать уже на международной арене, не боролся ни на Европе, ни на Кубке мира. Но это все равно другое. Чемпионат мира это уже другое. Хотел бы попробовать уже на чемпионате мира побороться. Уже, я думаю, готов, уже и не молодой, 20-26, уже 7 лет будет. Хотел бы уже стать чемпионом мира. Пора уже, да? Да. Ну ты на первенстве мира участвовал, да? Да, на первенстве мира участвовал, да, по молодежке был вторым. Там тоже уже почти был как чемпионом на последних секундах. Или я ошибился, или судьи ошибились. Ахмат, ты с мировыми топами своей категории, хоть и не боролся на крупных международных турнирах, с мировыми топами своей силы уже пробовал и даже выигрывал? Да, пробовал. Вот сейчас, который на мир отобрался, иранец, первый номер, Алиц Ават Кухей. С ним пробовал, он сейчас выиграл у них в отборе в финале у второго призера мира. У них он два раза был в финале с Борозом, иранец. Он у него выиграл сейчас. И также я пробовал в Казахстане с этим, казахом, чемпионом Азии. С ним тоже пробовал уже своей силой. Думаю, я уже готов к чемпионату мира. Готов к такой серьезной проверке. Да. И, наверное, в заключении, кто именно конкретно ты? Ты знаешь, кто пришел тебя поддержать? Такая активная поддержка была у тебя? Да, мой родной брат старший, это самый такой мотиватор мой. Каждый мой тренировок, он хоть бывает в Москве, уже сколько лет в Москве работает там. Он каждую мою тренировку, и утреннюю, и вечернюю, каждую мою тренировку, не так ты пошел, пришел. У него не такой контроль, у него бывает контроль от свистка, до свистка, что я делал, такой отчет я ему даю. И такой контроль у меня бывает. Если бы не этот человек, я не знаю сейчас, в данный момент, где бы я был. Это мой сильный такой мотиватор, он, я не знаю, такого мотиватора я еще не встречал. Сам не присутствует, но контролируется. Да, он сам, ну сейчас на чемпионате просится, да так, основное бывает там, оттуда он контролирует. И своего сына тоже у него. Каждый шаг, каждый этот контроль у него строгий. Следующий шаг, Ахмад, что дальше? Дальше, сейчас если на ПВЛ 5 дадут схватку, думаю, там попробовать побороться, схватку сделать чуть-чуть. И если нет, посмотрим, может еще, ну там до чемпионата мира, еще месяца 4, да, там 3. Ну если может, еще где-нибудь турнир, если побороться. Ну, нет, не до ПВЛ, если ПВЛ там, если не получится, с кем-нибудь, если получится только ПВЛ, и потом уже, если допустят на чемпионат мира. Ну ты заинтересован, что ПВЛ и ПВЛ именно побороться? Да, думаю, на ПВЛ попробовать сделать схватку, пробороться до чемпионата, и уже на чемпионате мира, иншал. Есть именно с кем бы ты хотел побороться на ПВЛ? Ну, хотел бы, сейчас ходят слухи, что могут организоваться с Джорданом, если с ним смогут, хотел бы с ним попробовать. А на сколько это реально, как ты думаешь? Ну, реально, если деньгами его заинтересовать, я думаю, все реально. Тренер Махмуд Идрисович связывался с ними, они сказали, что они готовы, самое главное заинтересует их. То есть, несмотря ни на какие, возможно, у них там какие-то ограничения есть? Нет, по-моему, ограничения не будет в России, он же будет в Турции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова